В подмосковном поселке Назарьево более 50 человек рискуют остаться без крыши над головой. Дом, где они проживали по договору социального найма, сгорел. Людей расселили и первое время оплачивали их жилье. Однако вскоре платежи поступать перестали, и погорельцев могут теперь просто выселить. Есть ли надежда, что им все-таки предоставят другие квартиры? Попыталась выяснить Анастасия Полукеева. Здесь рабочая зона нашей старшеньки, дочи Василисы, здесь она отдыхает. Здесь отдыхает наша младшая Оля. Здесь отдыхаем мы с супругой. Мама спит у нас на складушке вот здесь. 15 квадратных метров на пятерых. Денег, чтобы снять что-то попросторнее, у семьи нет. Они работают вдвоем с мамой, чтобы оплачивать вот эту квартиру, и чтобы хоть что-то еще оставалось на жизни. У Бузиновых была комната, в которой они проживали по договору социального найма, но дом сгорел. Без крыши над головой остались еще 20 семей. Пожар начался около двух часов ночи на чердаке. Огонь распространялся довольно быстро. Дом деревянный. По словам местных жителей, было сразу три очага. Вероятно, это был поджог. У нас там ни электрики, ничего нет. Абсолютно ничего нет. Когда тушили пожар, подошел к нам сотрудник и сказал, что здесь наглядно видно, что это был поджог. Люди едва успели выбраться сами. О вещах не шло и речи. Возгорание очень сильное было. У нас сгорело душевая сушилка. Все оттуда началось и пошло по комнатам. Когда вырубился весь свет, уже в потемках нас просто выкидывали на лестницу. Сначала организация, в которой жители работали, из которой и был заключен договор соцнайма, переселила людей в пансионат. Затем сняла комнаты. А потом вдруг перестала их оплачивать. Они мне сами лично сказали, что проплата будет. А на следующий день я узнаю о том, что хозяйка говорит, что все, проплата больше не будет. С 15 июля вы либо давайте заключать со мной договор, либо освобождайте помещение. В сгоревшем доме жили грузчики, водители, сотрудники котельной. Это было их единственное жилье. На улице оказались более 50 человек. Почему компания, в управлении которой находится сгоревший дом, отказывается помочь людям, проживающим под действующим договором соцнайма, непонятно. В отчаянии жители подали иск в суд. В ответ получили встречный. На нас подали встречный иск с требованием выписать нас отсюда. То есть в никуда мы должны уйти на улицу. Мы несколько раз сами пытались выйти на контакт, сами решали какими-то образом эти все вопросы. Нам просто в лицо смеются и говорят, что мы будем на улице. Расторгнуть договор социального найма в одностороннем порядке нельзя, поясняют юристы. Может быть только обоюдное решение, либо, если договор не прекращен, в случае уничтожения имущества, стихийного бедствия, признание жилого помещения аварийным. Граждане имеют право на перезаключение договора социального найма по другому месту расположения жилого помещения. Люди обращались и в администрацию Одинцовского городского округа. Но здание, хоть и находится на территории Московской области, является объектом федеральной собственности. Администрация Одинцовского городского округа не имеет правовых оснований для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара в доме номер 12 поселка Назарьево, жилых помещений из муниципального жилищного фонда. В силу закона, после того, как граждане утратили жилье, у собственника жилого дома возникла обязанность по обеспечению жителей сгоревшего дома другими жилыми помещениями на условиях договора социального найма из Федерального жилищного фонда. Очередное заседание в Одинцовском городском суде назначено на 10 марта. Люди, потерявшие жилье больше двух лет назад, надеются на быстрое решение в свою пользу. В противном случае они будут обращаться в прокуратуру. Анастасия Полукеева, Александр Меркурьев, Дмитрий Белоус и Павел Летников. Вести.